Так, ну давай еще раз, Саша пришел, я скажу, если есть вопросы, я готов ответить, если нет, то действительно давайте попробуем разобрать, например, прошлогодний вариант, в этом году у нас будут только задачи на третьей контрольной, не будет, потому что онлайн как-то тест легче. А задач сколько ожидается? Задач, сколько ожидается, ну что-то около, ну они там разные подробности, я думаю, что около там 8-9, что-то такое, ну то есть много задач будет. А по времени две пары? Ну, по времени, слушай, сколько там результаты определились, по-моему, два часа, нет, не две пары, по-моему, два часа. Хорошо. Вот, ну, как бы, напишем точное время официально, вот, по-моему, два часа, я как-то так не смотрел, то есть главное, что онлайн, вот, а все детали. Так, поехали, на запись я поставил, ну, то есть я лично считаю, что на очном задач должно быть поменьше, чтобы было времени больше подумать, но когда он такой дистанционный, то здесь лучше так, чтобы времени не хватало, и мы лучше будем оценивать, исходя из того, что времени не хватает, вот, это нормально, как бы, то есть, ну, это сделано специально, чтобы избежать ситуации, что там Вася все сделал, и там все всем решает, вот, ну, понятно, что будет списывать, ну, ладно, неизбежно. Хорошо, давайте, значит, попробуем, давайте первый, ну, условно первый, они там в таком-то рандомном порядке перемешиваются, неважно, значит, у нас Винни-Пух качает пресс на карантине, да, и ест блины с медом и бутерброды со сгущенкой. И, соответственно, что мы знаем, что Х, это, значит, количество подъемов туловища, это количество, есть условия, да, вы видите его, ну, чтобы я, как говорится, что-то опорное обозначу, но полностью не буду, да, количества подъемов туловища. МИТ – это количество блинов с медом, значит, МИТ равно ХИТ плюс УИТ. Что еще? Количество бутербродов со сгущенкой СИТ равно ХИТ плюс ВИТ. Вот, чем больше он занимается спортом, тем больше он кушает меда и сгущенки. И известно, соответственно, что вот такой, давайте я в виде вектора напишу, что вот если говорить про этот вектор, то известно, что у него дисперсия. Ковариационная матрица равна, значит, там сказано, что ХВ и У не коррелированы, да, даже независимы ХВ и У. И, соответственно, у ХА дисперсия СИГМА квадрат, у УА дисперсия СИГМА квадрат, и у У дисперсия СИГМА квадрат. Ну и какие-то там матожидания есть, вектор матожиданий от ХВ и У, оно равняется МИУ 0,0, по-моему, да? Да, МИУ 0,0. Окей? Да, понятно все. Вот, ну и, соответственно, задание номер один, ну, в смысле А. А. Найдите МИУ с крышкой, используя GMM с единичной взвешивающей матрицей. И Б. Найдите В с крышкой оптимально. Окей? Ну, хорошо. Значит, смотрите, мы наблюдаем, что мы знаем, да? То есть Х-проблема в том, что, значит, у нас из этих величин наблюдаемы по условию только мы знаем, что сумма СИТ – это 600. И сумма МИТ – это 800. Ну, и блин, у нас дней 100. Вот. То есть у нас Х, У и В ненаблюдаемы. Наблюдаемы только МИЭ. Вот. Ну, соответственно, поэтому нам надо моментные условия писать на С и М, да? Мы знаем, что мат ожидания от… Давайте разрабатывать метод моментов. Мы знаем, что мат ожидания от СИТ – это сколько? Ну, может, покажем мат ожидания Х, А, МЮ. Ой, только не 1, 0, 0, 1, а 1, 0, 3. Значит, неправильно прочитал. Да, это мат ожидания Х, А, МЮ. Мат ожидания от МИТ, МЮ. Поэтому наша функция G для метода моментов имеет вид… МИТ, 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 МЮ. МИТ, 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 МИТ. И мат ожидания нашей функции G, моментные условия, вот мат ожидания равно 0. А если бы, например, нам надо было, если нам, ну, условно, задачи мы стояло… Ну вот, соответственно. Слышите меня, да? Борис Борисович. Пока нет. Ну, давай, вот сейчас, кажется, спросил, слышишь? Ага, вот, если бы нам в задании надо было оценить сигму, то мы брали бы, ну, и соответствующие моменты, да? Второй, центральный, получается. Плохо слышно, да? Сейчас. Ну, я слышал только обрывки твоего вопроса, целиком его не слышал. Но… А вот так лучше? Ну, короче, приобретенный вопрос, что надо было бы делать, если бы надо было бы оценить сигму квадрат. Да, такой вопрос. Тогда, да, тогда сказали про второй момент. Хорошо. Да. Тогда бы, да, сказали бы про второй момент. То есть, если бы надо было оценивать еще и сигму квадрат, то, да, сказали бы, что тут какой-нибудь, там, S и T квадрат, да, у него от ожидания от S и T квадрата было бы дисперсия от S и T плюс от ожидания S и T квадрат. Ну, то есть вопрос зависит от того, какие мы моментные условия используем, да? Ну, например, если бы мы использовали моментные условия на S и T квадрат, ну, давай, такой вопрос хороший. Что делать, если нужно оценить? Ну, это я догадываюсь этот вопрос, я вот так обрывками слышал. Ну, и ответ такой, да, действительно взять другие моментные условия. Это было бы дисперсия с этого, это сумма дисперсий, да? И дисперсия X плюс дисперсия V было бы, соответственно, Сигма квадрат плюс 3 Сигма квадрат плюс мю квадрат было бы 4 Сигма квадрат плюс мю квадрат, и у нас тогда бы мы ввели какую-то, ну, то есть ответ идейно взяли бы другие, взяли бы другую функцию G. Взяли бы, например, G равное S и T квадрат минус 4 Сигма квадрат минус мю квадрат, X и T минус мюл, M и T минус мюл, ну, поэтому такую бы взяли. Все равно мы от ожидания уже, G. Понятно. По иному нулю. Ну, не обязательно, можно там и M и T квадрат, то есть моментом, как и Квадрат, тогда был бы уже вопрос, можно было бы много чего добавлять. Вот. Окей? Да, понял. Хорошо, тогда давайте пойдем дальше. Значит, в нашем случае сумма G от S и T, M и T, мюл, деленное на n, она во что превращается? Она превращается в S. Ну, надо сложить, значит, наши S и T минус мюл, M и T минус мюл, деленное на n. И если я сложу эти вектора, да, у меня сначала S, потом M, по-моему. Да, сначала S, потом M. Вот. У меня получится S среднее минус мюл, M среднее минус мюл. Окей? Да, все понятно здесь. Ну и, соответственно, мы в методе моментов, обобщенный GMM, мы говорим, что давайте возьмем S минус мюл, M минус мюл, умножим на 1, 0, 0, 3, на S минус мюл, M минус мюл. И будем минимизировать по мюл. Наша кул от мюл. Ну, вот там получается. Ну и давайте даже мюл с крышкой здесь просто сразу напишем. S минус мюл с крышкой в квадрате, умножить на 1, плюс 3, умножить на M с мюл с крышкой в квадрате. Иммунизируем по мюл с крышкой. Намана? Да. Раскрываем просто. Слышите, да? Сейчас слышите. Да, можно не раскрывать, можно так производно брать. Ну, я как раз то, что вот это, так сказать, не раскрывая по принципу, как вы объясняли, ну и на Линале нам тоже рассказывали. Да, да, да. Давайте попробую перезайти, а то что-то, видимо, плохо. Сейчас. А сейчас лучше? Слышно. Или так и плохо? Или так и плохо? Слышно. Слышно? Ну, ничего. Можно неприятное? А потом, можно так ударить. Да, давайте продолжим. Андрей, меня обратно слышно? Я-то вас слышу, а вы меня? Видимо, нет. Ну, я тебя с помехами слышу. Саш, как? Слышно, нет? Саш, молчи. А, хорошо, окей. Так, ну вот, соответственно, ну как, надо честно минимизировать, да? Ну, там у штрих с минус-крышкой будет 2 на S с минус-крышкой на минус 1, плюс 3, плюс 6. А, хорошо. Продолжение следует... 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 Сейчас я посмотрю текст. Значит, плюс V. Соответственно, это будет сигма квадрат плюс 3 сигма квадрат. В, по-моему, 3 сигма квадрата. Это 4 сигма квадрата. Дисперсия M и T. Это дисперсия M и T плюс V. Это плюс V здесь. 3 сигма квадрата получается. 2 сигма квадрата. 3 сигма квадрата. И ковариация S и T, M и T. Ковариация X и T плюс V и T. X и T плюс V и T. Связаны они только X, потому что все остальные независимы. Поэтому это просто дисперсия X и T и Сигма квадрата. Поэтому получается что ковариационная матрица G имеет вид 4 сигма квадрата, 3 сигма квадрата, сигма квадрата, сигма квадрата. окей? И, соответственно, оптимальная матрица весов. А, ну, давайте еще VARG можно писать так, сигма квадрат на 4, 1, 1, 3. И, соответственно, VARG в минус 1, сигма квадрат в минус 1, 1, 4 на 3 минус 1 в квадрате, смножить на 3, 4 минус 1 минус 1. Вот. Но поскольку вот эта константа на оптимизацию, на точку оптимума не влияет, мы можем просто сказать, что это пропорционально 3 минус 1 минус 1, минус 1, 4. Окей? Да. И, соответственно, в качестве в качестве оптимальной матрицы можно взять 3 минус 1 минус 1, 4. Можно и другую взять. Можно взять, я не знаю, там. Можно взять там V оптимальную. То есть минус 2 минус 2, 80. Таким же успехом это не влияет на оценки, ну, потому что почему любую можно взять. А может, если смотреть на оптимизируемую функцию, ну, вот если мы вот здесь вот взяли бы не 1, 3, а домножили бы все на 5, взяли бы 5, 15 диагональки, то как бы на саму функцию Q, конечно, это в 5 раз ее увеличит, но точку экстремума, где функция Q достигает минимума, на это не повлияет. А можно еще раз? Да, то, что там это сигма квадрат не влияет на оптимизацию, потому что минимизируем по мю, да? Поэтому просто как какой-то коэффициент. Не, минимизируем, я подчеркнул, по мю с крышкой. Да, по мю с крышкой, я имею в виду. Даже если бы, там-то все и дело, что даже если бы сигма была, то я поэтому и написал здесь вот мю с крышкой, да, фишка в том, что мы ну, допустим, даже там бы мю вылезло, ну, допустим, мю вылезло в дисперсии, каким-то макаром, вот, что, ну, представь тебе, что здесь был бы множитель там 56 мю в четвертый, но это именно мю в четвертый было бы, да? Да. А мю с крышкой. Поэтому ну, помню, ну, помню с крышкой. Поэтому он бы тоже не повлиял. Вот здесь вот давай скажем, что домножение на константу не влияет. Домножение на константу не влияет. Вот. Окей? Да, понятно. Так, хорошо. Ну, первое мы полностью решили. Если есть вопросы, то скажите. Если нет, то давайте пойдем дальше посмотрим. Дальше, наверное, идем. Хорошо. Да, тогда номер 2. Ну, условно, которая там вторая. Ну, я не буду переписывать. Там длинные условия, там табличка в целом. Вот. Ну, прочтите и скажите, какой метод применялся. Ну, ну, Субтитры делал DimaTorzok С-Е всегда означает стандартную ошибку. А-С это типа оценка? Ну, логистическая регрессия, наверное. Просто нам надо прогнозировать. Ну, имелось в виду коэффишн, да? То есть это выдача от код. Ну, имеется в виду коэффишн, ну, да, логично назвать его B, растет дальше S, E, B. Ну, в принципе, из контекста понятно. Стандартная табличка. Типа, ну как, коэффициент оценки стандартной. Ну, понял, да. Бет с крышкой. Ну, то есть, там есть назвать коэффициенты B с крышкой, то это B с крышкой. Стандартная ошибка B с крышкой. Ну, как в логистической регрессии. В основном надо предсказать. Да, первое, что раз Y и T, ну, тут немножко нехорошо сделано в том смысле, что, ну, формально я могу обычную регрессию оценить, да, как бы не сказано. Немножко неудачно. Метод применялся, мало ли, может, по ошибке там применялся. Какой правильно лучше применять. Какой разумно применять, да, в этой ситуации. Я думаю, другой вопрос. Ну, как бы из контекста, ну, некоторая вольность есть, но она такая, на мой взгляд, вполне допустимая. Вполне говоря, может, я тогда, не глядя, что Y и T01 взял да применил ММК по ошибке. Ну, вообще говоря, разумнее, логичнее применять здесь Logit-модель. Вот, ну, соответственно, как оценивать, как получаются оценки, ну, можно выписать там функцию, ну, можно модель выписать, да, и какое правдоподобие. Вот. Здесь, ну, немножко такой теоретической работы условно с лекцией сказать, что вероятность того, что Y и T равно единичке, она в такой модели определяется логистической кривой от, соответственно, четырех коэффициентов бета-1 там плюс бета-2 там на H и T плюс бета-3 на пульс и T плюс бета-4 на, что там еще, джен. То есть вот такая вот у нас модель, L от T это E в степени T на 1 плюс E в степени T, логистическая кривая. И, соответственно, как получаются оценки, мы максимизируем функцию правдоподобия, которая зависит от Y там 1, Y, N. Ну, давайте лучше от вектора Y и от матриц X, да, от бета мы оптимизируем по бета, да, ну, по бета-крышке, тут бета можно. Вот, максимизируем по бета. А как выглядит функция правдоподобия? Ну, соответственно, мы перемножаем, ну, давайте введем какое-нибудь обозначение, пусть будет Z и T это бета-1 плюс бета-2 на H и T плюс бета-3 на пульс и того плюс бета-4 на джен и Т, да, введем такое обозначение для краткости. Ну, и, соответственно, функция правдоподобия выглядит как? Это логарифм, сумма логарифмов, да, по И от единички до А и N, да, а здесь мы логарифмируем, ну, значит, один из двух вариантов, да, то есть давайте мы напишем тут логарифм там какого-нибудь АИТОВА и уточним, что АИТОВА равняется либо L от Z ИТОВА, если Y равен одному, и один минус L от Z ИТОВА, если Y равен нулю, да, ну, вот, как бы там, где, ну, поскольку по смыслу вероятность того, что Y равен единичкой описывается L, это L от Z ИТОВА, да, в наших обозначениях, вот, то, соответственно, вероятность нуля, она описывается как один минус L, вот, ну, и, соответственно, нам надо вот эту функцию промаксимизировать по бета, получится бета с крышкой максимального правдоподобия на мана, вот, какие коэффициенты, знаете, такая вопрос, какие коэффициенты являются значимыми? Просто проверяем тест-статистику? Ну, она, конечно, ну, ее можно назвать тест-статистикой, но, да, конечно, просто проверяем, только помним о том, что, поскольку это не обычная МНК, а поскольку это логистическая регрессия, то про закон распределения бет с крышкой мы можем утверждать, что он асимптотически нормальный, у нас некорректное распределение, мы можем использовать, ну, то есть у нас для обычной МНК модели, ну, для обычной классической линейной регрессионной модели предположения и нормальности остатков, мы можем утверждать, что там, если бет с крышкой, вычесть 0, перелить на стандартную ошибку бет с крышкой, то получится именно T распределение там с N-K степенями свободы, то здесь при малых выборках плохо с распределением гримового, при там, на 20 наблюдениях, даже если верим там в логистическую модель, мы без там бутстрэпа не сможем проверить, ну, ну, как короче говоря, у нас нет теоремы, которые дают точные законы распределения даже при жестких предпосылках, вот, а асимптотически нормально, поэтому мы вполне себе можем сказать, что вот бет с крышкой там житого, делим на стандартную ошибку бет с крышкой житого, что вот это вот по распределению при верной H0 стремится к нормальному 0,1, ну, и поскольку тут 400 съемок в квартире, да, а, или скрининг здоровья, ну, неважно, вот, то получается, что здесь можно использовать асимптотику и проверять действительно, ну, поделить одно на другое, посмотреть больше или меньше, ну, допустим, 1,96, тут опять же не указан уровень значимости, но если берешь любой разумный, типа 5%, 1%, допустимо, то есть, это, конечно, ну, и так, и так хорошо, то есть, если выбрать уровень значимости 50%, то не айс, но для уровня значимости 1, 5, 0, 1, хорошо, ну, например, можем сказать, что явно коэффициент пульс незначим, получается, незначим, да, то есть, если я возьму бет с крышкой, да, пульс, да, минус 0, минус 0, минус 0, минус 0, извините, деленное на 0, 0, 3, будет 2 третьих, ну, и, конечно, если мы сравниваем этот 1,96, то, значит, h0, потому что бета пульс равняется 0, против h альтернативной, о том, что бета пульс не равняется 0, давайте обозначим z, модуль z меньше 1,96, поэтому вывод, что h0 не отвергается, а коэффициент пречь значим, да, потому что там 32 делится на 2, получается 16, 16, это явно больше, вот, хорошо, предельный эффект, ну, соответственно, мы считаем производную, это такой пункт В, мы считаем производную от прогноза вероятности того, что если обнаружится, значит, обнаружится диабет по отчиму, по возрасту, по DH, ну, соответственно, это L' от z этого умножить на бета с крышкой при h, да, вот, а мы помним, что для логистической функции, нормально или это непонятно откуда взялось? Нет, это понятно. То, что сама функция, а внутри, вот, z, вот, с коэффициентом b. Да, с крышкой, это L' от z с крышкой, да, z с крышкой, это бета 1 с крышкой. Ну, вот, и, соответственно, логистическая функция обладает очень прикольной производной, то есть если вы решали там в задачках 10.2, по-моему, в подборке, то, если взять эту нашу функцию, логистическую, L' от z равняется E в степени t на 1 плюс E в степени t. То есть если взять от нее производную, то она окажется равна E в степени t на 1 плюс E в степени t в квадрате, и L' от z можно записать как L' от z умножить на 1 минус L' от z. Очень удобно, очень проще считать. Поэтому давайте мы сделаем следующее. Мы спрогнозируем, значит, какая, какова вероятность того, что обнаружится диабет, там у мужчины 43 пульсом 75, да, значит, то у нас получится. Значит, у нас z с крышкой этого, да, равно чему? Это константа минус 3,85 плюс H0,0,0,32 умножить на 43, плюс 0,0,2 умножить, пульс у него сколько, 75, минус 0,0,1 умножить на пол, пол как кодирован, смотрим. Он мужчина, мужчины тут кодированы нулем. По условиям, да, поэтому мы получаем, что z и t с крышкой равно… Ну, давайте я возьму пулятор, чтобы их посчитать. Чтобы работать с конкретными числами, плюс 0,0,32 на 43, плюс 0,0,2 умножить на 75. Вот, получается минус 2 и 21,24. Вот, потом мы получаем, что p с крышкой того, что у него будет диабет, это логистическая функция, да. Вот, у меня получается 0,09. Ну, в общем, примерно 0,1. Там 0,098. 0,1 примерно. Вот, это прогноз вероятности, это непредельный эффект еще. Это пока… Точно для коэффициентов. Вот, а здесь смотрим, что, значит, мы выяснили, что поскольку нам нужна производная, а производная для логистической функции имеет такой прикольный вид, то поэтому получается, что производная p с крышкой y равно 1 для какого-то конкретного наблюдения, да, по h, это равняется l от z с крышкой, ну, то есть это, в общем, равняется p с крышкой y равно 1 умножить на 1 минус p с крышкой y равно 1 умножить на b с крышкой при h, учитывая вот… Потому что вот это производная, на самом деле, в логист модели такой вид имеет. И в нашем случае мы получаем 0,1 умножить на 1 минус 0,1 умножить, а b с крышкой при h – это 0,0,0,32. Получается 0,0,9 умножить на 0,0,0,32. Ну, маленький, ну, а что, как можно там ожидать, что один год там прям сильно повлияет на вероятность. Вот такая у меня вышла. Да, так же получилось. Хорошо, давайте пойдем дальше. Давайте следующую возьмем. Номер 3, пробелочку. Значит, у нас есть… Так, что тут у нас… Ну, ладно, давайте. Y и это равно бета 1 плюс бета 2 с этой экспекты плюс у и это, да? Фактическое количество X и T равно X и T expected плюс… Тоже U и T, да? Окей. Там одна и та же ошибка. Известно, что X и T, E и U и T независимы и одинаково распределены. И первое задание надо найти… Плин от бета 2 с крышкой… Да, а значит оценивается, регрессия строится… Y и T равно бета 1 с крышкой плюс бета 2 с крышкой… Ну, можно вспомнить, да, оценивается коэффициентом… Что это… Пару регрессия. Думаю, в числителе вот такое произведение на знаменателе суммы X и T средних квадрате. Делим все бесплатно на N. Получаем, что Плим равен дроби Плимов. Вот. И тут получается Плим сумма X и T минус T средних квадрате на N. По закону больших чисел. Получаем, что это ковариация X1, Y1 делить на дисперсию X1. Ну, подставляем все. Получаем, что это ковариация X1 expected плюс U1 с бета 1 плюс бета 2 X1 expect плюс U1. Деленная на дисперсию X1 expected плюс U1 на mono. да понятно получаем получаем кто связан в только будет бета-два на дисперсии x1 expected у нас условия говорит что вот эти две величины они независимы но одинаково распределены если какая-то сигма квадрат по условию сказано что это независимая одинаково x ошибка одинаково распределены и независимы поэтому мы можем сказать что то есть бета-два сигма в квадрате плюс сигма в квадрате ну и там сократится положено смотри вот это даст это в числителе это даст сигма квадрат и получится что это бета-два на сигма квадрат плюс сигма квадрат а в знаменателе будет сигма квадрат плюс сигма квадрат и будет соответственно один пополам это два с крышкой так считаем не правда здесь вот это конечно предпосылка нереалистичная ну ладно уж какая есть как написано видно что что одинаковые ошибки не одинаково распределены но немножко странно получается монтаж данил x а то что левое в среднем на домашнюю работу по метрике нужно ноль что-то в этом есть вот ну из условия хотя это не очень реалистичная предпосылка хотя сомнительно реалистично сомнительно реалистичность следует что мат ожидания от у этого и икс этого но нулевое вот и соответственно мы знаем что в обычной мнк у обычной мнк оценки у нее бета-1 с крышкой равняется y средняя минус она проходит через линию линию регрессии на бета-1 с крышкой находим соответственно плим бета-1 с крышкой равняется плим y среднего минус плим бета-2 с крышкой на плим среднего равняется мат ожидания от y-1 минус это мы нашли это бета-2 плюс 1 пополам на мат ожидания от x-1 вот ну и поскольку у нас такое вот условие поэтому это 0 а мат ожидания от y-1 это мат ожидания от бета-1 плюс бета-2 на x-1 и будет получаться бета-1 плюс 0 плюс 0 окей омана ой микрофон не включил а вот где в условии мы берем то что мат ожидания x-1 expected нулю равно там написано что они одинаково распределись значит у него мат ожидания такое же как у уитова а на уитова мы полагаем что как бы расширка все понял что не прописано но да на уитая стандартная предпосылка что мат ожидания нулевое вот но соответственно у нас оценка b2 с крышкой не состоятельно ну и вопрос третий как делать ну найти какой-то инструмент ну то есть ответ на третий пункт в изложить кратко изложите кратко двухшаговая мнк с указанием того что нужно найти какую-то то есть первый шаг как бы найти некую переменную z и т которая должна обладать каким свойством она должна быть ковариация z и това и x и това е должна быть не нулевая а ковариация z и това и уитова должна быть нулевая вот и тогда соответственно сделать двушаговая мнк то есть но самое важное это найти эту некую мифическую переменную ну а дальше построить регрессия x и т и е с крышкой как гамма 1 с крышкой плюс гамма 2 с крышкой на z и т и регрессия y и т с крышкой равняется бета 1 с крышкой плюс бета 2 с крышкой на x и и т с крышкой с помощью мнк с помощью мнк с этого двухшаговая мнк но самый ценный шаг это найти инструмент на мана да так хорошо давай когда у нас осталось ну последний значит номер четыре так чего у нас тут н и т количество решенных задач равно один бета-два кофе плюс бета-три на докс плюс уитая на модель истина это истина значит наблюдение у нас много н-400 дальше нам известно что по непонятно но это на модули на его значит вспомогательная регрессия модуль у с крышкой крышкой до гамма-1 с крышкой плюс гамма-2 с крышкой на кофе и т в квадрат вот и здесь статистика f которая проверяет гипотезу h0 том что гамма 2 равно нулю против альтернативное том что гамма 2 не равно нулю здесь я в статистика оказалась равной 25 так и значит за кадром и теперь вопросы а вообще зачем оценивалась такая зачем разумно оценивать такую вспомогательную регрессию наценивать такую вспомогательную регрессию не недолгенно все идет ни Бог им боком Смотри, модуль ошибки – это размер ошибки. Если размер ошибки, предполагается, что он зависит от предиктора, то это условная географичность. Тем более, там даже следующий вопрос. Ну, соответственно, чтобы протестировать наличие гетероскедастичности, протестировать наличие гетероскедастичности. Ну, а давай посмотрим, какой вид гетероскедастичности предполагается. Если я верю в H0, то это означает, что я считаю, что у меня гетероскедастичность. Это означает, что у меня дисперсия уитова при условии хитова, что это какая-то сигма квадрат. Аж альтернативная, судя по моей модели, модуль – это что такое? Как он связан с дисперсией? Если я возведу модуль в квадрате, то у меня получается, что если модель… Ну, вот если взять, у меня написано, модуль уитова равняется какая-то там гамма 1 плюс гамма 2 на си и т квадрат плюс какую-то… Тут еще ошибку на дню и т. тогда получается, что уитов квадрат описывается как гамма 1 плюс гамма 2 си и т квадрат плюс ню и т в квадрате. Ну и что тут будет? Тут получается, что это равно гамма 1 квадрат плюс гамма 2 си и т в четвертой плюс ню и т квадрат плюс этого с этим 2 гамма 1 гамма 2 си и т квадрат плюс с этим 1 гамма 2 си и т квадрат ню и т в четвертой плюс с этим 2 гамма 1 ню и т. Вот, давайте разбираться. Значит, что мат ожидания от уитова квадрат при фиксированном си, да, это и будет дисперсия уитова квадрат при фиксированном си, и что тут останется? Это останется, но это не страшно в константах, это останется, это уйдет в константу, это останется, это уйдет в ноль, потому что это уйдет в ноль, да, останется какая-то константа плюс… Ну, в общем, в результате мы получаем, что это будет К1 плюс К2 на ци и т квадрат плюс К3 на ци и т в четвертой. То есть, какое предположение дисперсии ошибок сделал Вениамин, ну вот что, они зависят вот таким образом каким-то… Ну, то есть, вторая гипотеза просто так формулируется, что дисперсия неравна. Ну, почему дисперсия уитова квадрата плюс К3 на ци и т в четвертой. Я понял. Да, и забавно, что гамма-2 равный нулю, он убивает сразу и этот, и этот коэффициент, и К2 и К3. Потому что он здесь и при цех четвертый, и при цех квадрат входит. Прикольно. Хороший вопрос, прям мне понравился. Ну, это В. Ну, и В, собственно… А, нет, это еще по-прежнему А. В, соответственно, проверьте. Ну, что у нас есть? У нас есть эта статистика, которая равна 25. H0 о том, что гамма-2 равно нулю, против H альтернативной о том, что гамма-2 не равно нулю. n равно 400. Ну, и как мы, соответственно, проверим эту гипотезу? Ну, то, что F-статистика… Так, сейчас… Статистика большая. F-статистика большая, значит, коэффициент β1 не равен нулю. То есть, значит, есть гитаревская достичность? Ну, да. F-статистика, конечно, большая, да? Ну, грубо говоря… Формально, какое оно должно иметь… Ну, тут… Какое оно должно иметь… Ну, то есть, фишка в том, что я тут, конечно… Примерное распределение будет там не точное F, потому что мы используем вместо уитого… Используем в регрессии уитая с крышкой, да? Вот. Поэтому точного распределения… Ну, примерно, да? Примерно, да? Примерно… Примерно… Можно ориентироваться на F-распределение. Вот. Со сколькими степенями свободы? То есть, примерно H0… Наша F… Статистика должна иметь… 1 и 398, получается? Да, у нас получается… Поскольку там регрессия парная, то тут должно быть F-распределение со степнями свободы 1 и N-K, да? N-K – это 398, правильно? Угу. Угу. И получается, что… Ну, тут какое-то F-критическое… Давай посмотрим, какое там F-критическое… München… nogle… … Ну… Добрый день… Амин… Ни- я почти нашел кто раньше значит квантиль f распределение порядка 0 ну допустим 0 99 первая степень свободы 1 2 степень свободы 398 меня получается 6 и 7 ну то есть вот и поэтому аж 0 отвергается какой у нас берем это уровень значимости я взял один процент а так условия не сказано любой тебя зачастую за корректно ну разумный любой да там один процент 5 у вас получилось берите у меня 67 получил надо я тоже вот соответственно вывод в нашем случае аж 0 отвергается да то есть у нас есть гетероскедастичность или нет есть да у нас есть гетероскедастичность ну и последний вопрос там такой ну такой теоретически больше да там что по моему делать если гетероскедастичность есть если да то опишите как вы будете использовать взвешенной мнк для борьбы с ней да но соответственно как мы будем использовать и взвешивать мы возьмем прогнозы с вспомогательной регрессии да ну то есть вообще на самом деле мне вопрос не очень нравится поскольку он такой ну то есть как бы чем я делал в бою бою я бы конечно не строил вспомогательную регрессию не строил бы помогать на регрессию а просто бы использовал а использовал бы обычные бет с крышкой улс плюс пробасные стандартные ошибки бет с крышкой улс я бы использовал обычная мнк который первая модель отменена и пересчитал бы для нее стандартные ошибки то есть бет с крышкой взял бы из первой модели вообще не пересчитал бы взял бы значит стандартные ошибки пересчитаны вот ну здесь вопрос типа примите взвешенная мнк извешенная мнк на самом деле ну он скорее когда есть теоретические основания ожидать разную дисперсию а так просто смогать на регрессии потом ну открыт эмпирик и странно вот если применить взвешенная мнк ну тогда чем я сделал я бы взял прогнозы до прогнозы вот тут написано формула для дисперсии до отсюда бы взял прогноз вар с крышкой бы построил для уитова из вспомогательной регрессии вспомогательной регрессии а дальше ну извлек бы из этого корень до сигма с крышкой и ты сказал бы что это корень из вар с крышкой уитова и дальше я бы соответственно взял поделил бы в исходной модели все на вот эту величину то есть ввел бы н и т деленное на сигма с крышкой и т обозначил бы как там и т стильдой какую-то там единичку стильдой да надо обозначить единичка стильдой 1 деленное на сигма с крышкой и т потом си и т стильдой как кофе деленное на сигма с крышкой потом д и т стильдой как д и т деленное на сигма с крышкой и потом бы отчинил регрессию заметьте что без константы константы у меня у меня модифицированная и н и т стильдой равно бета-1 с крышкой ну давайте взвешенного мнк обозначить на единичку тильдованную плюс бета-2 с крышкой взвешенного мнк на кофе тильдованный плюс бета-3 с крышкой взвешенный на док с тильдованный вот вот оценил бы такую модель с помощью метода на меньше квадратов и получился бы в результате оценки взвешенного мнк окей да немножко такой пересказ вот ну ладно тогда спасибо если будут вопросы выходные там что-то будете решать пишите 1 варень как раз разобрали со всеми комментариями доложили спасибо больше теста не будет поэтому времени больше теста меньше и задач больше ну то есть какие-то задачки тоже вот такие недолгие да по пару моментов какие-то такие массивные наверное что какие-то задачки то есть тоже вот будут такие небольшие типа там по сути одно что теоретическое объяснить немного посчитать и какие-то такие большие да или все в целом ну как ну примерно такие же да ну может побольше это поменьше хорошо а все тогда спасибо большое все давайте до свидания пока 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 Продолжение следует...